Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней лекции Пульпиты молочных и постоянных зубов у детей Этиология, особенности клинического течения и лечения Пульпит это воспаление пульпы, представляющие собой непосредственное и наиболее распространенное осложнение кариеса зубов Наиболее частой причиной пульпита являются биологические агенты, микробы чаще всего стриптококки, стафилококки и их токсины Биологические агенты, проникающие в полость тюбы из кариозной полости через слой лидии на расположенном месте полости и пульпы Второй по чистоте причины возникновения пульпита является механическая травма возникающая при отломе части коронки или при препарировании кариозной полости Реже пульпит возникает от чрезмерных термических и химических воздействий при лечении кариеса Классификация пульпита делится на острый, хронический и осложненный передантитом пульпит Острые пульпиты бывают в стадии острого пульпита Это гиперемия пульпит, ограниченный сирозный, диффузный сирозный или гукнойный пульпит Хронический пульпит бывает гипертрофический, конгренозный и конкрематозный Развитие воспаления в пульпе и клиническая картина пульпита имеют ряд особенностей Воспаление пульпит зуба у ребенка может возникать при неглубокой кариозной полости Это связано с тем, что в молочных и постоянных зубах с несформированными корнями слой дентина тонкий Он маломинерализован и имеет широкие канальцы, по которым микроорганизмы быстро проникают в полость зуба Воспаление, возникнув быстро, распространяется на всю коронку и корневую пульпу Это связано с наличием у детей в полости зуба большего, чем у взрослых Количество крещенных элементов и основного вещества Развитие сети кровеносных сосудов, что ведет к быстрому развитию эксцидативного процесса В облегчении корневой пульпы воспалительный процесс способствует широкое гуще каналов несформированных зубов В детском возрасте преобладают хронической формой пульпиты, которые бывают не только исходом острого воспаления, но и как первичный хронический процесс Это происходит из-за хороших условий оттока воспалительного эксцидата через широкий корневой канал в период онт и по широким дентинным канальцам в кориозную полость Одна и та же форма пульпита может протекать с различным клиническим проявлением в разные периоды развития зуба Что связано с возрастными особенностями строения зуба и пульпы и влечет за собой различные условия возникновения и оттока эксцидата Острый пульпит и обострение хронического пульпита молочных зубов и зубов с несформированными корнями часто протекают с явлениями воспалений период онт Это обусловлено поступлением инфекции в период онт, который также имеет особенности строения в детском возрасте В связи с реактивностью детского организма острый и обострившийся формы пульпита иногда носит гиперерегический характер Важно рациональное использование технологии лечения пульпита молочных зубов, которая поможет сохранить молочный маляр из поражения пульпы и период онт до тех пор, пока не начнется прорезывание постоянного зуба Предотвратить формирование вредных привычек, таких как навязчивое введение кончика языка в пространство на месте удаленного зуба Сохранить функцию сживания, сохранить эстетический эффект, эстетический вид зуба Полное формирование корней молочных зубов заканчивается через 3-4 года после прорезывания и формирование корней постоянных зубов через 4-5 лет после прорезывания Выбор методов лечения, применяемых в детской стоматологии при лечении пульпита, достаточно широк Это биологический метод, позволяющий сохранить жизнеспособность всей пульпы и обеспечить физиологические процессы, связанные с развитием зуба Витальная ампутация, проведение которой связано с удалением наиболее инфицированной коронковой части пульпы и сохранением корневой ее части для дальнейшего развития зуба Девитальная экстребрация, полное удаление пульпы под обезболиванием с последующим поломбированием каналов Девитальная экстребрация, полное удаление пульпы после девитализации с последующим поломбированием каналов Метод для витальной ампутации, позволяющий, несмотря на мумификацию корневой части пульбы, после удаления коронку и при несформированном корнех зуба, сохранить жизнеспособность ростковой зоны, что даст возможность деформироваться корнью. Препараты гидроксикальция благодаря высокой pH-средой оказывают многогранное действие на пульпу зуба. При наложении её на вскрытые рот пульбы возможны формирования в полости зуба дентильных мостиков. При этом вначале развивается зона дегенерации и некроза в контакте с гидроксикальцием на глубине 50-50 микрометров. Уже через 1-3 месяца можно определить рентгенологическое формирование в области дефекта дентиноподобной ткани. Образование в дентильных мостиков препятствует микробное загрязнение и давление на подкладку. Высокая щелочность препаратов этого типа обеспечивает и некоторую антисептическую активность. Из отечественных паст применяют кальмитцин из импортных тайкалов, кальципалов, стеримакс и другие. Все эти пасты оказывают адамтотробное действие за счёт выражённой щелочности, нейтрализуют кислую среду в очаге воспаления. Дают противовоспалительный эффект. Метод витальной ампутации пульпы Витальная ампутация пульпы – это процедура удаления воспалённой и инфицированной коронковой пульпы в результате глубокого калиса в расчёте на сохранение в витальном состоянии корневой пульпы. Показания капитальной ампутации Глубокая корёзная полость со значительным разрушением в проксимальной поверхности коронки зуба Отсутствие воспалений в корневой пульпе – это устанавливается последующим признаком. Анамнез – отсутствие спонтанной или постоянной боли Боль означала бы невротимый пульпит, распространяющийся на корневую пульпу. Кровотечение после удаления коронки пульпы быстро останавливается. Обильнее и длительное кровотечение свидетельствует полуоспаление корневой пульпы. Эндонатическое лечение молочных маляров должно проводиться во всех случаях, когда есть проксимальный корёзный дефект до маргинального гребня. На этом слайде изображено раннее развитие воспалений пульпы под коррёзным дефектом молочных маляров. Противопоказания к виталию ампутации пульпы – зуб, не подлежащий реставрации, деструкция костной ткани в области би- или трифуркации корней, выражённая резорция корней, постоянный зуб, близкий к прорезыванию. Для виталии ампутации необходимы следующие инструменты – анестетики для аппликационной и местной анестезии, боры для высокоскоростного наконечника и для низкоскоростного наконечника, пластиковая ёмкость для дозамечивания, шприц, окис, цинка с эвгенолом, набор тонких рубердамов, стоматологическое зеркало, пульпы, экстрактор и пинцет, ватные шарики, экскаваторы разных размеров, металлический шпатель, стекло для замещивания пломбирующего материала, фармакризов, в пропорции 1 к 5. Этапы витальной ампутации. Перед началом лечения должен быть тщательно собран полный анамнез, и проведено клинико-регинологическое обследование. В начале аппликационная анестезия с соответствующим анестетикам. Необходимо адекватное обезболивание. Имеется в виду мандибулярная анестезия для нижних зубов и инфильтрационная для верхних. Для нижних молочных маляров, кроме мандибулярной анестезии, всегда должна проводиться инфильтрационная анестезия с листьями оболочкой щитки и для включения щечного нерва при наложении зажима при установке Рубердама. Второй этап – изоляция зуба с помощью Рубердама. Третий этап – удаление патологически изменённых кариозным процессом тканей и определение местоотнажения пульпы. Перед тем, как вскрывать пульповую камеру, важно препарировать кариозную полость. В противном случае кровотечение из пульпы затруднит обзор стенок кариозной полости. Также необходимо определить место обнажения пульпы, чтобы проще получить доступ. Четвёртый этап – удаление свода пульповой камеры. Бор вводится во вскрытый участок крыши камеры, затем осторожно снимается весь свод. Если явного вскрытия камеры нет, полость углубляет. После этого бор не продвигается в глубину, а двигается так, чтобы удалить свод камеры. На этой стадии обязательно будет кровотечение из пульпы. Пятый этап – удаление коронковой пульпы большим экскаватором или большим круглым бором. Для удаления тканей коронковой пульпы рекомендуется использовать большой экскаватор. При использовании круглого бора следует соблюдать осторожность. Любое избыточное давление может привести к перфорации дна и осложнению витального ампутации. После удаления воспаленной коронковой пульпы необходимо остановить кровотечение. Маленький ватный тампон погружают в фармакризол и отжимают в барливую салфетку, чтобы удалить избыток раствора перед тем, как поместить его в пульпу камеры на 4 минуты. Наложение фармакризола на ватном тампоне на 4 минуты. Седьмой этап – удаление тампона с фармакризолом и проверка остановки кровотечения. Восьмой этап – заполнение пульпарной камеры цементом. После остановки кровотечения пульповую камеру заполняют одним из имеющихся видов оксиоцинка с эргеномом, таким как кальцинол. Девятый этап – восстановление зуба с помощью стандартной металлической коронки. Последний этап – послеоперационная рентгенограмма. Динамическое наблюдение. Состояние зубов после виталия ампутации пульпу должно контролироваться с использованием клинического и рентгенологического обследования во время контрольных посещений, вкладывая на каждые 6 месяцев. Должны быть сделаны внутриротовые рентгенограммы или чёткие снимки в прикус, позволяющие рассмотреть состояние костной ткани в области разделения корней. Ошибки и осложнения, возникающие во время лечения пульпита. При остановке неправильного диагноза выбирается метод лечения, который впоследствии даёт осложнение. При лечении методом витальной ампутации перед наложением лекарственных препаратов нужно убедиться в отсутствии кровотечения, так как может образоваться гематома, которая может повлиять за собой стабливание оставшейся кульпы и её последующей некроз. При лечении методом витальной экстребации недостаточная анестезия. При расширении устья канала корня зуба можно перфорировать его. Возможен продольный перелом корня при расширении канала. При пламбировании канала можно вывести пламбировочный материал за верхушку травматический может развиться травматическое передонтие. Нужно обязательно делать рентген. Ошибки осложнения, возникающие после лечения кульпитов. При лечении методом витальной ампутации не следует под давлением накладывать лечебную прокладку, так как нужно остаться в травматической кульпии. При лечении методом витальной экстребации полное удаление кульпа иногда сопровождается раздражением периодонта. Подобная реакция выражается повышенной чувствительностью зуба при накусывании, жевательной перегрузке на зуб и болезненности при вертикальной перкуссии. При неполном удалении кульпи происходит инфицирование периодонта. В результате возникает периодонтит. Результатом неправильного лечения возникает периодонтит, который приводит к патологической резервности Спасибо за внимание.